Всем привет! Меня зовут Елена Морей, я тренер по женской стрижке в школе Диметриус и сегодня вы увидите стрижку прямой каре. Первый блок я выделила по затылочному бугру и сейчас буду задавать ребро жесткости. Весь блок вычесываю на высоту пробора и задаю ребро жесткости, немного закругляя. Следующий шаг – краевая линия. Задаю ту длину, которую мы обговаривали с моделью. Длину задаю немного аркой. Следующий шаг – градуировка. Мне нужно соединить ребро жесткости и краевую линию. Очень важно во время градуировки руку держать ровно. Самая распространенная ошибка, когда во время градуировки заваливают руку и уходит угол среза. Далее я подбреваю вихры и буду приступать к укладке. Далее я буду задавать краевую линию машинкой. Я немного шлифую и задаю краевую линию. На этом этапе очень важно учитывать рост волос. Если у модели рост уходит вправо или влево, нужно учитывать и оставлять длиннее. Во втором блоке я сразу выделила затылочную зону и височные зоны. И буду начинать простригать с краевой линии. Краевую линию задаю на 1 см длиннее краевой линии первого блока. Когда перехожу в височные зоны, задаю краевую линию немного на удлинение в нулевой оттяжке. Следующий шаг – градуировка. Оттяжка будет 90 градусов, угол среза – 90 градусов к голове. Когда дохожу до уха, начинаю подтягивать пряди к предыдущей. В другую сторону делаю то же самое. Я закончила градуировку, теперь приступаю к укладке. Для того, чтобы более точно доработать краевую линию, модель должна стоять. Сначала мне нужно немного пошлифовать блок и затем задать длину. У моей модели рост волос уходит вправо. За счет этого правая сторона немного поднимается. Значит, я должна сделать правую сторону немного длиннее, чем левую. Для того, чтобы визуально стрижка казалась ровной. Далее я приступаю к челочному блоку. Я его выделила треугольником и сейчас буду делить на центральный пробор и задавать краевую линию. Я разделила на центральный пробор, теперь мне нужно задать краевую линию, ориентируясь на краевую линию височных блоков. Если волосы у вашей модели очень густые, можно поделить этот блок пополам и внутренние блоки градуировать. Тогда волосы лучше будут подворачиваться на лицо. Остался последний блок, это теменная зона. И теменной зоной мне нужно перекрыть весь каркас стрижки. Я разделила теменную зону на центральный пробор и теперь мне нужно задать краевую линию на 1 см длиннее краевой линии второго блока. Я закончила простригать теменную зону, теперь мне осталось высушить и доработать краевую линию машинкой. Если волосы у вашей модели густые, то можно дополнительно теменную зону проработать поинтингом, разворачивая пряди на лицо. Теперь мне осталось доработать краевую линию машинкой и стрижка готова. Вставай! 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 стрижка готова посмотрите какая форма у меня получилось прямое каре без удлинения такая форма в технике dimetrius занимает реального времени не больше часа я знаю что вам понравилась эта форма поэтому подписывайтесь на наш канал ставьте лайки пишите комментарии нажимайте на колокольчик и вы не пропустите ни одного обучающего видео будь с нами быть деметрию